Добрый день, меня зовут Юлия Лосенкова. Вы находитесь на моем канале Boosty, где я выкладываю эксклюзивные статьи, стараюсь писать журнал Mr. Ser и много интересной информации по сыродерию выкладываю. Если вы видите это видео, значит вы находитесь на моем канале. Я решила в рамках моего канала опробовать новые возможности платформы Boosty и выкладывать небольшие видео. Видео из серии Азбука Сыроделия. Азбука Сыроделия посвящена для начинающих, для тех, кто вообще не знает, с какой стороны подступиться к молоку. Надеюсь, что эти видео будут полезны и все больше людей получат у себя дома здоровые, хорошие, натуральные продукты и правят здоровье не только свое, но и своей семье. Азбука Сыроделия – это серия небольших видео лекций о теории сыроделия для новичков, для тех, кто хочет начать, но не знает, с чего начать и как вообще подступиться к вопросу сыроделия дома. Это не практические лекции, как это распространено на данный момент. Очень много практических лекций, но очень мало теорий рассказывается. Я надеюсь, что моя теоретическая часть пригодится и тем, кто уже что-то попробовал делать самостоятельно, но не смог ответить на вопросы, а почему же так произошло. То есть теория – это одна из важных частей сыроделия, которая, в принципе, да, является очень практическим делом, но без теории сложновато, особенно тем, кто хочет знать именно, что происходит в то время, когда мы делаем сыр. Первая наша лекция будет о самом главном, что нужно, чтобы начать делать молочные кислые продукты и сыр дома. Первое, конечно же, молоко. Для того, чтобы сделать самые первые шаги, можно взять и магазинное молоко. Сразу скажу, не всякий сыр можно сделать из магазинного молока, но некоторые виды вполне получатся. Более подробно о том, какое молоко лучше выбрать, чтобы сделать сычужные сыры, будет в последующих лекциях. Подписывайтесь на канал. И все постепенно, постепенно мы узнаем много-много о сыроделии и о том, как сделать более сложные сыры. В мире существует такое множество сыров, и не все они сделаны с применением сычужного фермента. Или лучше назвать его сразу молокосвертывающим ферментом, потому что не каждый молокосвертывающий фермент является сычужным. Так что для первого сыра можно взять и несколько литров магазинного молока. Кроме молока из ингредиентов нужно что-то, что поможет заквасить молоко, сделать его более кислым. Это может быть уже готовый молочнокислый продукт, кефир, йогурт, простокваша, ну или, конечно же, можно приобрести промышленные закваски, стартеры, молочнокислые бактерии. Ну или еще у нас к закислителям могут относиться лимонная кислота, уксус, в таком случае лучше все-таки брать натуральный, он не испортит вкус вашего сыра. Яблочный 4% или винный, или может быть вы сами делаете какой-то уксус дома, он тоже в принципе подойдет для изготовления сыров. Дальше у нас с вами есть два пути изготовления сыра из магазинного молока. Сделать быстрый сыр горячим методом, который мы можем назвать термокислым, или в таком случае в сыре практически у нас отсутствует молочнокислая микрофлора, это у нас все-таки больше белок и жир, а молочнокислая микрофлора при нагревании молока у нас погибает. Или все-таки можно пойти по более длинным путем и сделать сыр богатый на микрофлору, которая так полезна нашему организму. Давайте рассмотрим в этой лекции один вариант, и в следующей лекции я вам расскажу второй. А вы сами после этого решите, что для вас более актуально и какой сыр вы хотели бы делать для себя на постоянной основе. Кисломолочный сыр без сычужного фермента из магазинного молока на сегодняшней лекции. Не буду рассказывать вам, что нужно, и кастрюлю, марлю для процеживания, лучше двойную, поварешку. Думаю, что это достаточно очевидно, что инструменты для изготовления сыра хотя бы элементарные есть в каждом доме. А вот на наши стартовые культуры можно обратить немножко больше внимания. Я выше уже сказала, что нам понадобится готовый кисломолочный продукт. Можно обратить внимание, нужно обратить внимание на то, чтобы наш йогурт простокваша кефир были как можно более свежие и не содержали никаких добавок. Исключены загустители, сахар, армонизаторы и, конечно же, никаких консервантов. Это важно. Можно приобрести йогурт у фермеров. Уточните только, пастеризованное ли молоко использовалось для йогурта. Это тоже важно. Если у вас нет возможности найти такие продукты, тогда можно подумать о приобретении заквасок для изготовления йогурта простокваши или приобрести кефирный грибок. Выбор таких заквасок на данный момент у нас очень большой. Продают их много где. Вы сами выберите, где вам удобнее. Они есть и в аптеках, в принципе, и на специализированных сайтах. Не берите сразу большие упаковки на много литров. Вы же хотите только попробовать сделать сыр сами. Поэтому большая упаковка, хоть она может быть и немного выгоднее по цене, а если вы ее не используете, то лишняя трата денег. Поэтому, чтобы сэкономить, ищите тех, кто пакует в более маленькие формы, хотя, конечно же, большая упаковка, больше стерильности, но вам нужно только попробовать. Поэтому для пробы возьмите то, что вам ближе к ценовой категории. Важный инструмент, без которого не обойтись, даже в самом начале, это термометр. Пищевой термометр, который должен измерять температуру от 10 и до 100 градусов и выше. Для самого первого опыта вам достаточно 2 литра молока и 100 мл кисломолочного продукта. Любого кисломолочного продукта, как я вам рассказала чуть выше. Прежде чем описывать процесс производства, я расскажу вам немного о теории, о том, как зависит температура сквашивания молока и плотность получаемого сгустка. То есть, такой вот небольшой секрет кислого сквашивания молока. Для того, чтобы сделать любой сыр, будь то на молокосвертывающем ферменте, будь то на кислом сквашивании, нам из молока надо получить гель. Если мы не получим гель из молока, мы не сможем отвесить его и отделить твердую массу от излишков воды, сыворотки. Ведь молоко на 85-87% у нас состоит из воды. Такой гель называют сгустком или кальем. Физико-химические механизмы получения геля при помощи молокосвертывающего фермента и при помощи молочно-кислых бактерий немного разные, но оба они базируются на способности ферментов и бактерий действовать на белок молока, то есть тот же самый казеин и другие белки молока. Таким образом, что белок коагулируется и создает прочные связи. Казеин создает определенную структуру в виде маленькой клетки, в которой закрывается жир, при этом начинается отделяться вода. Думаю, что эта информация будет вам полезна и в дальнейшем при освоении сыроделия. Так вот, чтобы создать такой гель при помощи бактерий, некоторые из которых находятся в нашей простокваши или йогурте, нам нужно знать, какие лучше создать условия для тех самых бактерий. Плотность геля, конечно же, зависит от количества белка в молоке, в том числе. В магазинах обычно это 3% белка, что достаточно для изготовления кисломолочного сгустка, кисломолочного, не сучужного, кисломолочного сгустка. А еще, самым важным для нас является температура. Именно температурный режим дает нам нужную консистенцию сгустка. При температуре 0,5 градусов не работают коагулирующие свойства ни бактерий, ни у молокосвертывающего фермента. Молоко попросту остается жидким. Максимально оно может стать вязким, но не получится плотный сгусток. Может быть, вы как-то встречали видео или что-то, когда показывали, ой, что это у меня, из моего молочного пакета выливается какой-то вязкий сгусток, не пойми что. Это именно то, о чем я вам говорю. При низкой температуре молоко, молокосвертывающие бактерии, которые в нем работают, создают вот такую структуру молока. Это все благодаря бактериям. Такая реакция произошла. Никакой там химии не добавлено. Просто молоко хранилось при низкой температуре, и бактерии сработали таким образом. При этом молоко станет еще и слишком кисло. Если это пастеризованное молоко при высокой пастеризации, то оно может и прогоркнуть при температуре 0,5 градусов. А вот при температуре 38-42 градуса мы получим плотный гелеобразный сгусток. При этом он не будет иметь такой кислый вкус, как тот, что стоял в холодильнике. То есть, если мы поставим молоко с бактериями в холодильник, и если мы поставим молоко с бактериями при температуре 38-40 градусов, вкусовые качества этих двух продуктов и консистенция будут абсолютно разные. Как ни казалось бы парадоксальным, но это факт. Молоко, которое будет стоять в теплой, в более теплой температуре, будет менее кислым, чем то, которое стояло в холодильнике длительное время при 0,5 градусах. Рассказав вам этот интересный момент, приступим к процедуре изготовления нашего кисломолочного сыра. Нагреваем литр молока до температуры 40-42 градуса. Теперь вы знаете для чего? Для того, чтобы нашим бактериям в нем было комфортно. Вносим 100 мл йогурта простокваши или предварительно разведенный в воде порошок закваски, который вам больше нравится. Закваски, которые вы приобрели, предварительно разведите в молоке и добавьте в молоко, которое нагрели до 40-42 градусов. Все хорошо перемешайте и делайте так, чтобы в ближайшие 6 часов наша емкость с молоком и стартером находилась при температуре 40-42 градуса тепла. Для этого используйте большой контейнер, в него ставите емкость с молоком и заливайте горячей водой до температуры 45 градусов. Постепенно температура выровняется на 40-42 вместе с молоком и по мере необходимости можно доливать горячую воду. Ну или поставьте все это сооружение в духовку, чтобы поддерживать постоянную температуру. То есть молоко можно поставить либо в контейнер с теплой водой, либо поставить в духовку, где поддерживает температуру 40-42 градуса. Через 6 часов у вас должен уже получиться готовый сгусток. В емкости у вас получится достаточно плотный сгусток, который напоминает простоквашу. Если через 6 часов сгусток не образовался, оставьте его еще на несколько часов. Не бойтесь, ничего не пропадет. Можно спокойно все оставить даже на ночь. Молоко у нас не пропадет. Когда мы получили наш сгусток, часть его откладываем в чистую баночку, чтобы использовать для следующего заквашивания молока и чтобы получить наш следующий продукт, молочнокислый продукт. Готовим емкость, куда войдет весь наш объем геля. Выкладываем его двойной марлей или лавсановой тканью. Для меня лавсан удобнее. Он более плотный и позволяет отвешивать более жидкие субстанции. Выкладываем наш гель, который мы получили, аккуратно поварешечкой выкладываем все это на ткань. Прямо вот в емкость, прямо на ткань. Не так, чтобы ткань у нас была подвешена уже сразу и мы туда заливаем йогурт. Нет, ткань у нас кладется непосредственно в емкость, выложена, и потом сверху мы уже выкладываем гель простокваши, который у нас получился. Когда мы все это выложили, добавляем 20 грамм соли на 1 литр полученного кислого молока. Для этого, для приготовления нашего первого сыра вполне достаточно. 20 грамм соли, это у нас 1 столовая ложка примерно, на 1 литр полученной кислой простокваши. Перемешиваем все это вместе непосредственно в емкости и подвязываем наш узелок и подвешиваем его для того, чтобы сыворотка стекала из нашей простокваши. Оставляем стекать наш узелок с соленой простоквашей на 24 часа. Через 24 часа мы можем проверить наш первый сыр на консистенцию. Если сыр достаточно плотный и из него можно скатать шарики, то есть вы взяли кусочек, попробовали скатать шарики, то значит наш сыр уже в принципе и готов. Если же он еще не достаточно плотный и больше похож на крем-сыр, то можно спокойно оставить его еще на 12 часов, а то и на 24 часа на отвешивании. Сыр не пропадет при комнатной температуре. Отвешивание мы проводим при комнатной температуре это примерно 23 градуса. Не нужно бояться. Можно смело оставить еще на 24 часа. Когда сыр получится достаточно плотный, чтобы скатать шарик, как я вам уже рассказала, делаем порционные шарики и которые можно сложить в баночку, залить вашим любимым растительным маслом, положить туда же оливки, дольку лимона или какие-то специи и закрыть и убрать в холодильник. Если вы используете сухие специи для такого метода консервации, то лучше такой сыр употребить в течение 10-14 дней. Если же вы этот сыр положили дольку лимона и просто залили маслом без добавления других специй или туда положили оливки и дольку лимона, то есть продукты пастеризованные, которые не способствуют развитию посторонней микрофлоры, как специи сухие могут способствовать этому, и залили сыр без специй, только с оливками и с долькой лимона залили сыр маслом, то такой сыр может храниться до 2-3 месяцев, а то и дольше. Со временем он напитается ароматом масла и станет более мажущей консистенцией, потому что все-таки он станет более жирным за счет того, что прошла ферментация в нем и за счет того, что мы все-таки сделали его на масле. И вот вы можете начинать уже таким образом баловать себя и своих близких к кисломолочным сыром, который в арабских странах называют лабне, лабян и схожими именами. Быстрый метод, горячий метод и сыры термокислой технологии к таким сырам относятся адыгейский, панир и другие сыры, изготовленные при помощи нагревания молока и внесения кислой среды. Об этом я запишу отдельную лекцию. Надеюсь, что информация о лабне, который будет вашим первым сыром, вам будет полезна. Самые начинающие. Приветствую вас еще раз. Жду вас на моих страницах, на моих аккаунтах, в социальных сетях, в телеграме. И до новых встреч. Надеюсь, мое начинание найдет своих последователей. И теоретические лекции будут настолько же интересны, насколько на сегодня популярны и разные видеоматериалы. Но в теоретических лекциях я буду давать немножко больше теории. И все. И еще раз. И все.